всем привет снимаю дубль 2 конечно поставлюсь наверно то что сейчас снимаю потому как моя камера снимает как она хочет иногда мне нужно чтобы горизонтально было она снимает как ей нравится она у меня была упущенная поэтому она теперь у меня обижается так вот сегодня я решила таки выбралась не решила решила я давно поехать во второй раз на маяк камера трясется ну как есть и сегодня наконец-то выбралась с 5 попытки наверное хочу посмотреть себе еще раз докупить нитки шелковые хочу посмотреть кружева на безрукавку не посмотреть купить в общем-то пробегусь постараюсь снять контейнера которые я захожу что еще может быть что-нибудь интересного вижу сегодня праздник всех с праздником с опозданием с опозданием не смысле что я позже поздравляю а в смысле что выйдет видео не в этот день но это не страшно дворами чтобы не подъезжать перекладными я доезжаю одним транспортом а потом по моему я заблудилась ну ладно вот так вот так вот что я хотела сказать вся моя работа накрылась по коврику и по безрукавке но я не скажу что накрылась вещь это готовы будут а вот я наснимала там и по безрукавке около часа и по коврику и в общем то теперь не могу загрузить я не знаю что произошло снимала на разные камеры видимо это что-то с размерами связано теперь не буду снимать по 40 минут по часу буду снимать до 20 минут кусочки поставить конечно я их поставлю но уже конечно мастер-классом я ничего переснимать не буду просто объясню на пальцах покажу на том этапе на котором они находятся и продолжение ну что теперь ничего страшного когда у меня будет то количество подписчиков которые я себе мечтаю конечно же я запишу заново из другой ткани ну тут же самое как бы то же самое изделие а пока наверно мы поставлю как поставлю на а коврик там crazy crazy этот петчворк господи его столько много в интернете а свой вариант я просто покажу и скажу из чего я его сделала единственное конечно я там что-то рассуждала что-то фантазировала говорила господи у меня во рту столько много еще слов поэтому я поэтому я еще новых болталок на говорю я об этом тоже не особо переживаю просто жаль что я бы просто делала быстрее те вещи а так я старалась показать объяснить поэтому просто больше времени потрачено жаль подхожу я уже к рынку как только что-то будет интересно буду снимать контейнер и содержимое контейнера идемте вместе скупляться и вот это смотрите то с нее 33 контейнер уй ой 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 ломлюсь ломлюсь хорошо Это и все пряжа. А, там еще есть. Чего тут только нет. Пряжу, пряжу. А такие кулички в какую цену? А по сколько грамм, по 5, наверное, да? Спасибо. Отрежу только упаковками, да? Да. А, можно по штучке. По поводу знать. Ой, а это что за штучки такие? Шучек я был. А, понятно. А то я по старинке все. О, хочу сюда. Тридцать первый. Здравствуйте. 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 Так, Лента, а мне нужна кружева. А мне нужна кружева. Так. Играет музыка. Играет музыка. Так. Пять, семь. И целый хороший. Ой мамочка. Играет музыка. Ага. Вот тут сколько красоты. Здравствуйте. Посмотреть, вдруг что-то нужно. О, тут разные камушки. Ой, какая прелесть. Кремень. Кремень. Бусики. Бусики. Благовоние. Ой, цветы, не знаю. Поеду я, люди, не знаю я. Клейка, картон, бытовой химии дофига. А здесь что-то? Календари. Картография. Скатерти по химии. Цветы, цветы. Так, ну все. Я тут почти что дошла до конца. Магазин зебра. Магазин зебра. Здравствуйте. Здравствуйте. Концелярка. О, шарики. Шарики. Вдруг что-то нужно. Что-то красивое. О, вот что нам нужно спросить. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот тут эти пленки такие красивые, но только опрозрачные есть у вас, мне нужна опрозрачная. Нет, 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 для дела. Нет, такой нет. Вот там черная такая красивая. Вот такая вот, только видите, она более-менее прозрачная. Ну, мне надо совсем, мне надо в карманчики вшивать. Ну, именно вот это качество, она такое хорошее. Будем искать. Спасибо, красота у вас здесь. Всякая. Дурацкий мой телефон. Опять что-то начал выпендриваться. Зашла и ничего не записала. Возвращаться, конечно, не буду. О, чайники. Пойду гляну чайники. Ой, какая машинка красивая. Да, бабка. Это же стиральная, правильно? А, стиральная, стиральная. А, 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 два вот, два. А, как она? Это центрифуга или сама машинка. А, отдельная. Сколько же такая стоит? В общем, смотрите, мы ее распродаем сейчас, мы едем за пятерку, а продавать за десять. Потому что мы сейчас распродаем, мы ее уже в машинке-то не берем. Ходи после ее продать. Поним? Ну, потому что... Пять тысяч рублей? Даже минус, нет, за пятерку. Пять. Что значит пять? Пять тысяч. Ну, пять тысяч рублей? Ну, да. А что так дешево? Ну, может быть, продавали десятку, а просто мы сейчас хотим ее продать. А кто производитель? В России. А, поэтому они дорого. Да, у меня LG работает, но работает уже электроника там барахлит и течет там кое-что, там трубы сами, но уже если влезть в трубы, то и машинка сдохнет. Ну, да. И вот это вот подматываю каждый раз тряпочки. Ну, что-то российские, честно говоря. Там уже срок приходит этим машинку. У меня четыре года, и все, сдохло. Это, получается, второй ряд картины Галиле на рамке. Во втором ряду вот так. А здесь шестьдесят четвертый. Ага, развивающие игрушки. Надо посмотреть. Такая дверь, конечно. Нет, просто. А, тут надо ходить и смотреть. Ну, всякие штучки. Сейчас посмотрю. Так, дуба не буду. Вот, это еще что-то есть. Сейчас у нас другие высечка. С моей сниженной маневренности мне только там ходить. Игрушки, игрушек много, чтобы по второму ряду пройти. Или дальше сразу. Пойду я сразу в тот контейнер. Контейнера вообще не все открыты. О, пряжа еще. Арабеска девяносто. Не знаю, что это значит. Это контейнер Арабеска девяносто. Да, номер девяносто контейнер пряжи. Но старая реклама. Может, и не работает. Так, второй ряд, третий ряд. Тоже работаете. А где встать девяносто? А, так он здесь. Пойду я посмотрю. В третьем ряду девяностый. В третьем ряду. О, какая пряжа. Это для картинки. Это я не вам поменю, но я не знаю. Это для манки. Красота какая. Здравствуйте. А, и вот пряжи и пушистики. Интересно, интересная история для башеночек. Искусственные. Похоже на натуральный. Так, пряжа, по-моему. О, какая лиза красивая. Моя любовь. Моя любовь. Надо знать. Я в прошлый раз в девяносто не дошла. Маяк раньше был разрозненный, а сейчас, конечно, пока весь обойдешь в одном ряду. Техсот метров открыто, три контейнера. Конечно, это набегаться. Рюкзаки. Так, я попала туда, куда мне надо. А теперь еще нужно найти. Концелярия мне не нужна. Кому нужна, пожалуйста. Тот двадцатый контейнер, тут много контейнеров. Так, а здесь тот контейнер, в который я иду. Полиграфировала. Сейчас, нахуй, продукция. Так, сейчас я его найду. Еще какая-то красота. Ммм, какая здесь как хорошо. Так, ну что ж я заблудила? Да. Красота какая. Тюмм. Какой? Сто семьдесят восьмой. Сто семьдесят восьмой. А здесь всегда фальшой. Сто семьдесят девятый. Ой, как здесь пахнет. Здесь пахнет. Сарафончик. Красивый. Мещички тут. Мещички тут. Красивые. Бусинки, денежки. Конвертики. Купила свечи. Себе для дела. Всякие цветные. Так, а что ж я не могу найти? Что ж я не могу найти тут контейнер? Я уже обошла все. Угу. Угу. Нитки приорастутся. Может здесь. А скажется здесь. Сто восемьдесят второй. Вот, по-моему, здесь я была. Точно. Точно, точно. Точно, точно. Вот он. Здравствуйте. Еле нашла. Искала, искала. Заблудилась. Так, иголком я подойду потом. Иголком я подойду потом. А какие мне иголки больше понравились? Так. Мне нужно кружево. В какую сторону кружево пойти? Туда надо брать? А тут не обойду? А то там народу столько. Спасибо. Девочки здесь, конечно, подзадрюканные. Ну, я их понимаю. Так, где мои кружева? А, вот ниточки. Вот кружева. Ура. Сейчас я наберу. Так, наборы. Наборы. Маникюрные. Нужно брать носовые платформы, подчеркну. Там девочкам взвешивайте в том зале на весах. Ага. Что подсказывать? Спрашиваете? Да не, глазею. Кружева нужны были. Я уже не нашла кружева, которые мне нужны. Но в том зале смотрели, да? Угу. Что ж ты за бумага такая? Ну, это я буду спрашивать. Мишка, а что это за бумага? Для чего она? Светы делают. А, ясно, ясно. Ну, я думаю, что она какая-то особая. Для лидерсов. Вот та уточка такое привезли. Лидерсов. И лидерсов очень хорошего качества. Я смотрю, 20 рублей всего на все. Очень хорошего качества. Так, ну, уже... Так, ну, сегодня я уже ничего не покупала. Уже хорошего. А это наконечник. Что я хотела вот это посмотреть? Приспособывайте все. Так, витки я посмотрела. Смотрелась, так все, пошла дальше. А их приспособлением, Витя, или можно этим молоточком? Думаю, что можно молотком, наверное, потому что у меня. Как я сразу прозрела, я прозрела от того, что думали, она по фамилии, но уча, и степка не прошла. Гущеночка красивая. Печки, строительные огоньки, сковородочки, силикончики, 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 нервнички. Так, где же мне эту сертянку? Молодцы. Парушки, парушки. Ну да, тогда глазами-то разбегутся. Кого-то только нет. Как не смотри экономно, как не ограничивай себя. Полторы тысячи это минимум оставишь. Не, ну понятно, что у кого может как-то по-другому это работает. Но я так точно. Я так точно столько оставлю. Здесь налево. Здесь я была-была. В итоге подведу дома, что я купила. Сейчас поеду домой уже. Хотя сейчас на обратном пути пойду немножко другой стороной. Огромный этот, конечно, рынок. Неудобно, что такое разброс. Лучше бы они, конечно, поставили всех подряд. А не так, как они в разброс стоят. Ну, товары для дома, там уродница. А, я здесь была, я сейчас взял до себя. 168-й. И для дизайна ногтей. Я помню, тут у девочек что-то интересное. Здравствуйте. Я помню, я помню, я помню. Контейнирова всякие, многоразовые ножи. В следующий раз мне надо будет купить ножичек. Тут есть пленка, которая на стену клянется. У кого печки. У кого плиты брызгаются. Кто много готовит. Так, где же мне найти прозрачную пленку? Я уже так разговариваю с самособышем. Ну, не подумала, что точно самособы. Вот такие у нас контейнеры красивые. Вот такие. Вот, выбрасываю щетки тогда. Расчетки здесь есть. Вот, смотри, на пластик. Видишь, мило, взять прозрачную. А, это антимоскитные сетки. На балкон бы и прямо стырить. Да, ну, говори только быстро. Так, метки. Здравствуйте. Врачей назначил им уколы. Тихо, Ой, что-то уже было красиво. Сто сорок. Красивое тут все. Благо. Вот эти кружева еще. Там сто сорок, там сто сорок. А, это коробочки. Три штуки триста пятьдесят. Коробки шикардосные. Красота. В той сказке уставшие и довольные вернулись домой. Денег натратила. Довольная. Ну, удовольствие от тьма. Теперь есть опять повод сидеть и творить. Органзу нашла. Органза цвет просто необыкновенный. Там есть каравль какой красивый. Я себе там еще два или три цвета присмотрела. Но это уже в следующий раз. Если вы считаете рублей, то это все равно дешевле чем. Надо будет потом позаписывать сколько в рулоне. А там написано восемь или девять метров. Мне интересно знать сколько точно. Посмотрю. Буду записывать сколько я расходу. Ну, этот такой темно, как бронза, наверное, я купила. Но это то, что нужно. Вот шарики, которые мне нужны. Сейчас я посмотрю. Ало. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Шестьдесят пять комики. Шарики сорок пять. Шарики. О, какой. Какой здесь приятный магазинчик. Маленький. А вы разговариваете все, да? А я уже ошиблись. Ясно. Мне не подсказать. Вот эти мячики, это набор три штуки, да? Или по одному? Ну, один. Ага. Один сорок пять рублей, да? Ой, мама дорогая. Буду я это делать или не буду? Мне надо два шарика. По стенке катать. Какая я. Вся разлохмаченная. О, ладно. Тут такой ветер. Просто необыкновенный. Так, скупилась. Кучу денег оставила опять. Срочно нужно денег заработать, чтобы опять были деньги. Подружкин дом. Подружка уехала. Очень мне ее не хватает. Алиночка, вдруг ты меня будешь смотреть? Я тебе ностальгию сделала. Некоторых подружек, которые уехали, очень не хватает. Моя подружка Алиночка одна из них. Моя рукодельница. Это моя такая, одна из подружек рукодельниц. Так, чтобы я не спотыкнулась, буду смотреть вперед, снимать себя сбоку. Помещаюсь, не помещаюсь, уж не знаю. Получила массу удовольствия. Прогулялась по воздуху, на солнышке. Погода сегодня отличная. Сейчас приеду, покажу по хластушку. Обязательно. Смешно, конечно, смотрится, когда идешь и разговариваешь со своим гаджетом. И смешно смотреть, как люди на тебя смотрят. И как нарочно отключают, никого нет и начинают идти. Какая собачка гуляет. Похожая на кокера. Почему-то без хвостика, я не помню, кокер с хвостами или нет. Я не помню. Выснялась мне, выснялась, не знаю. Так вот, мне еще интересно, как срабатывает психология людей, когда ты начинаешь что-то смотреть. Буквально вытаскивает у тебя из рук. Но стоит ровно три человека с половиной. Нет, обязательно выдернут из рук. И даже иногда не понимаю, для чего это. Потом покрутят, сниму вопросом в глазах и положат. Меня это всегда очень веселит. Так, ну что. Сегодня праздник большой. Благовещение. Я сегодня шить ничего не буду. Дождусь до завтра. И завтра посижу дома и поработаю. Сегодня еще проверю, что у меня с продуктами делается. Чтобы уже два-три дня никуда не выходить. А потом уже скупляться буду перед Пасхой. На Пасху, на Пасху, на Пасху. Людей практически нет. Все на базаре. Все на маяке. Людей там очень много сегодня. Много скупляются оптом. Пакеты берут, цветы берут, на рынках продают. Ну правильно. Люди себе зарабатывают. Каждый как может. Каждый как может. И получается круговорот денег, товара. Жизнь идет как-то веселее, чем когда сидеть ничего не делать. Я вот смотрю. В удовольствие покупаю. А когда я все делать буду, только мечтаю. Это сделать, это сделать. Для собаки сумку переноску. Уже зима закончилась. Зимнюю делать. Теперь нужно подумать, как сделать плотную, но летнюю прочую. На лето. Все-таки мне иногда хочется брать ее с собой. Не просто на рынок, возле дома. А иногда брать с собой на длительные прогулки. Но она очень быстро устает. И мало того, что она ленивая, она уже начала стареть именно. И у нее лапка всегда болела. Начала сильнее болеть. Я ее купила щенком около 6 месяцев. Но она видимо травмированная была. У людей шашлыки. Надеюсь засняла. Надеюсь засняла. Покажу вам. Люди возле дома делают шашлыки. Нас тоже так делают. Так, ладно, поехала я дальше. Здесь недалеко на северном находится Second Hand. Но я туда не поеду. Буквально две остановки или одна. Одна наверное. Но я уже не поеду. Хочу домой. Как раз поперебираю свои все залежи. Еще хотела же снять ласкутики, которые я купила. Получается с трех походов. С трех походов. Second я купила. Накупила как раз именно ласкутиков для петчварка. И буду мудрить. Фантазировать, что я хочу. Ой, мой автобус. Я не добегу. Побежала. Попытаюсь. Приехала я домой. Мне ехать практически час, как они стоят на остановках. Иногда на некоторых. Практически час. Вот уходит полтора-два часа только на проезд. Оно того стоит, конечно. Во-первых, по деньгам там не особо получается. Прям так уж выгадываешь. Потому что что-то дороже, что-то... Нет, ну вернее там нет ничего дороже, чем у нас на рынке. Ну просто по всем контейнерам тоже не пройдешь. Там тоже есть дешевле, дороже. Но проезд еще маленько. И я же не оптом беру. Я беру единицами. Просто сумма выходит большая. Потому что ассортимент, но у них от количества. Но тем не менее, все равно выходит выгодней. Потому как там выбор большой. Выбор все-таки большой. Если в одном контейнере есть что-то одно, в другом другое, то у нас на рынке всего два места, где можно зайти. И для рукоделия что-то посмотреть. И выбор достаточно ограниченный. Но опять же цена подороже. А то, что ну да, я беру там 10 метров. То есть рулочек. Здесь я могла бы взять метр. А вдруг не угадаю. Я все равно беру больше. А так у меня не залежится. У меня пригодится. Поэтому я могу взять упаковочку. Я могу взять моточек 10 метров того же кружева. Или там органзы вот этой. Средство самозащиты у меня. Сегодня по дороге домой. Шутка. Ой, ну все. Я надеюсь, что сегодня к вечеру я еще сниму хвостушку. Что я купила. И нужно будет посмотреть. Все-таки отсмотреть, что у меня там не уходит. И снять хотя бы болтушку сопровождающую. Потому как коврик мой без рукавка. О которых я все время говорила. Я его сглазила. И они у меня. Основная часть. 40-50 минутная основная часть этих. И двух этих вещей. Они не уходят. То есть какой-то там глюк. Вот эти как бы просто. И запуток винтажный. Я хочу не сказать. Даже не так. У нас винтажки. Я хоть на записи своих видео увижу, чтобы у вас пора красить. Две недели и красить. Ну все. Я пришла. Буду заходить домой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok